Прикопки, они мешают использовать такие способности, как таймволк, или там, тимберсоне дают передвигаться. Мне кажется, это на самом деле достаточно сильный баф вот этих вот способностей, которые раньше обездвиживали, но давали, тем не менее, там, тимберсо мог улететь в корнях куда-то очень далеко за счет тимберчейна. Раньше ты должен как раз оставлять эту способность, чтобы во время как раз тимберчейна какого-то хватануть, ну, того же тимбера, да, чтобы он остался на месте. Вот, а сейчас это не нужно делать, ты просто встану его берешь, и он стоит на месте. Да, у Квапы, на самом деле, смотрю, сейчас очень серьезный, конечно, баф на 10 уровне, у нее дается плюс 20 к урону. Это, мне кажется, один из самых таких приятных, учитывая, что она 10 уровень достаточно быстро берет, и... Ей главное, чтобы на 10-ке добавили и урон, это смотря как игра у тебя идет, и вот это вот 5 к силе, потому что ей реально хп не хватало. Очень... Да, Квапа была глипкая. Квапа из серии, знаешь, кого? Наверное, Эмбер Спирита. Вот. Ее очень легко пробить. Эмбер Спирита, Шторм Спирита. Герои такие, они очень много ДПС наносят с магией, очень быстро тебя могут фокуснуть. Но если ты начинаешь фокусить как раз этого персонажа, то он умирает быстрее, чем с упортом, мне кажется. И что Эмбер Спирит, что Квин оф Пейн, что Шторм Спирит. Эмбер Спирит, в принципе, с рук легко убить, потому что у него маленькое количество армора. А вот эти персонажи, как Квин оф Пейн, там Шторм Спирит, у нее реально нехватка в хп идет, и поэтому вот этот вот 5 к силе очень круто, в принципе, на 10 уровне. То есть сколько там 100 хп. Тем временем встреча Септембра 11 у нас сделали телепорт, не дают друг другу поставить безнаказанный вард. Да, конечно, посмотрим, посмотрим. Мне казалось, что и так слишком много мы с тобой уделяем времени талантам, но вот мне пишут, что еще надо, еще хотят больше видеть. Видимо, таланты это, ну это, мне кажется, это то, что будут запоминать дольше всего, потому что, ну, очень тяжело уложить как-то в голове вот еще вот эти вот волны, 8 способностей на каждого персонажа, там, все запомнить. Ну, запоминать надо будет, да, потому что, ну, это реально, это самое большое изменение в этой мете. Все остальное, это ничего страшного, что Рошана поменяли, что эти баунти руны, там, 4 штуки, это все не то. Что там итемы как-то героев, а вот именно таланты, таланты, это вот реально то, что от них будут отталкиваться стратегии потом от этих талантов. Потому что, как раз перемешать всех, все стратегии героев, плюс вот эти таланты, это реально будет очень большая работа. Нол чекена нападают, не дают ему забрать эту баунти руну, очень круто на самом деле. Отжали вот таких вот заходов, у нас будет очень много, и физблат еще нол чекен у нас произошел. Плюс баунти руна, 3 богатства забирают у нас CDC. Да, еще как раз в своем лесу они плюс одну возьмут, будет очень круто. Как раз флайбай должен будет это забирать. Еще плюс 100. Для этого парня очень важно, так что у него тут за таланты, посмотрим. Угу. 185 урона от спор коврай, с последней 100 дальности атаки, 10 перезарядка способностей, 30 уронов 8 к силе и здоровье, либо же скорость атаки. Ну такие боевые и неплохие таланты, скажем так. А то даже, наверное, не 175 урона на 25 урона, а вот это 30% эмпиризма, вот это жестко. Или так. Надо посмотреть. Ну и в атаке обычно собирают карапасы. Молдолей он, на самом деле, встрять может. Может встрять, и он реально встрял. Да, демонству достается фраг, это 2-0 уже. Напомню, вот, кстати, я так вскользь упомянул, обещал вам турнирное положение рассказать. Яхом сыграли всего 9 игр, это 10-е, и у них до сих пор 5 очков. Это очень мало. Например, у Ньюби и у Айджи 22 очка. Яхом идут на последнем месте, и если они, ну, как-то не поторопятся, то они могут остаться на последнем. В случае, если им не удастся подняться выше 7-го места, то они будут играть переигровки у нас. Со временем Гардер у нас забирает Шейды, ну и Демонс в очередной раз забирает Old Eleven. В общем, пока что все очень и очень неплохо. Тем временем... Минута 30, 4 фрага, и минус Джун еще почти у нас еле-еле улетает он. Полетел. На самом деле с нижней линии. Экшн дикий, конечно. Да, это только начальный разгон. Так, ну давайте пойдем дальше смотреть по талантам. Я так вот смотрю, у Виномансера какие-то... Очень суровый у него талант, конечно, если дойдет до 25-го уровня. Минус 60 секунд времени от возрождения. То есть фактически убить Виномансера на длительное время, ну, будет невозможно. Да там даже не минус 60, а вот это тройное здоровье урон от Плакварда. Это урон 40, а будет 120. Я даже не знаю, с чего лучше брать. Либо в атаку идти, либо в защите быть. Потому что реально варды на 25-м левеле очень жестко. Ну, по 120 каждый вард бьет. 120 и здоровье у него. 1350. 1350 здоровье, это, конечно, очень много. У одного варда с кулдауном 5 секунд. Так, нападение. Холмчикен нападает у нас. Должны его забирать. По идее нет, хороший. Хороший гель. Второй уровень, кстати, гель. И на раскачку интересную от Виномансера. Это такой атакующий веник, который на меде стоит. И гардер идет с дабл дэмэджем. На шейда. Шейд уходит, все равно получает стан, но гардер отступает. Слишком опасная позиция. Вот как раз таки у Виномансера хорошо видно, чем можно снять его способности. То, что поезд инстинк вообще нельзя снять. Виноманс гель только сильным развеиванием. И поезда нового тоже снять нельзя. Это вот как раз одно из таких приятных для новичков. И в частности для комментаторов. И вообще, ну скажем так, для зрителя также. Очень приятные изменения. Теперь не нужно лезть куда-то на геймпедию. Теперь все можно посмотреть прямо в игре. Что диспл снимает, что не снимает. Это очень-очень классно. Да, и все. Можно даже смотреть теперь видосики от NS. Теперь так работают. Я думаю, что на самом деле видосик от NS теперь станет только в два раза больше. Учитывая все эти изменения. Потому что, ну вот как бы с точки зрения новичка. Какого-то человека, который там любит, не знаю, после работы поиграть. Ты просто приходишь, ты садишься. Все по-другому. И тебе обязательно нужно, чтобы кто-то это по полочкам разложил. Золотое жило для Ярика. Золотое жило. Этот патч. Ну и работы, конечно, очень много. Чтобы это все записать. Выход у нас в мидл на волчейки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, Shade. А что ж ты так промазал-то? Попал бы сейчас этой волной. И... Ну и так, ладно, забрали. Но все равно нельзя так ошибаться. Вроде как бы Огрмак в спину выходит, а ты так вот на халяву бросаешь свой Эльзори Орб. Флайбай у нас еще тем временем забирает Алтелайву. Насколько уже раз этот Никс умер, 0.3 имеет. Ну, Никсу так нельзя умирать. Не знаю. Я сделал небольшой реконепт. Даже противарк. На миде. Shade. В кулдауне у него Эльзори Орб. Ну, должен умирать. Да, умирает Shade. Семь фрагов. Четвертая минута. Семь фрагов. Здравствуйте. Новый патч. 7.00. Вот. Но... Это интересно. Да. Новый патч, конечно, у нас... Ну, вот она та самая активная игра, которую мы обещали в прошлой игре. Которая в прошлой игре была не такой активной до поры до времени. Но здесь вот уже начинается. И, конечно, Арк Варден пока что смотрится каким-то слишком грозным. Если он возьмет себе быстрый какой-то мидасик. Или, может быть, он уже где-то его взял. Он вторвалась себе вообще. Он уже взял мидасик. А у него мидас летит уже? Да. А, у него уже летит мидасик. У него... Он взял, по-моему, две баунти руны, если я не ошибаюсь. И... И Фюзблат он еще забрал. Поэтому... Мидасик... Пятая минута. Hello. Тем временем Пака на центральной линии забрали. И у Демонс большие проблемы. Он под Орбов Веном и поезен Стингом. И забирают его Веномансер в итоге. Ну и Хомы потихонечку начинают огрызаться. Ну вот, конечно, что они будут делать с Арк Варденом. Опять Карапасы жмет Old Eleven. Но опять его ловят. Опять его встанет. Здесь уже Tempest Double работает во всю Флайбе. Но нет. Флайбе решил особо не боковать здесь и продолжать фармить. Но у него уже почти седьмой уровень. Это, конечно, очень-очень приятно. Больше пока что только у Queen of Pain. На самом деле жесть там, насколько это все-таки активная реально дота. Плюс ко всему вот этих нет смертей от нейтральных крипов, которые реально раздражали в предыдущей версии дотки. Теперь... Сколько? 26 кун, по-моему, да? Это минимальная для шестого левела. На Джуна. С нападения. Сила разобирает его. Так, еще и Куриер разобирает. Тоже здесь же, насколько я понимаю, где-то. С ультимей тогда он просто его чпокнул. И перекладывает себе классушку, которая была. На миде, Веномастер. Веномастер еще трудно забрать, потому что есть у него уже рейндропы. Как раз с Кэрндропой очень сильно помогли ему. Но... Но... Ну нет, все равно рейндропы, опять же, спасают. И Шейд, на самом деле, может встрять. Ну нет, нет. Слишком далеко. Он еще и с шестом уходит от Соло Ассансона. И All the Leon. All the Leon. Четвертый раз уже. All the Leon. Come on. Стопит, please. Queen of Pain, конечно, все равно лидирует пока что по уровню, так как она стоит абсолютно одна. И вот сейчас, правда, с Джуном начинается какая-то беготня. И Сайлор немножечко теряет времени. Но все же, несмотря на вот этот экспириенс, который Флайби, безусловно, догонит за счет того, что у него есть замечательный Tempest Double и Midasic. И, конечно же, он по фарму далеко впереди должен быть. Да, четыре сто на три с половиной. У нас все четыре героя подошли к святыне, подлечились и все, опустили в кулдаун на пять минут. Но все фуловые стали абсолютно... Ну вот это приятно. Не нужно до фонтана бегать. Можно вот так постоянно подхиливаться. Регенерация! В общем, все грамотно, в общем, все здорово. Демонс. Ланем на нее нападает. Но Ланем трудно пробить. Лучше даже не стоит. Честно могу сказать, потому что там и рейндропы, и там и стики, и там и... Вот телепорт самое оно будет. Выбили ТП, но, на самом деле, близок был здесь Огра к тому, чтобы отправиться в таверну, если бы не телепорт. Но телепорт у него был наготове, спокойно справился с своей задачей. Купа девятый уровень снизу. Очень жестко напрягает она товарища Джуна. Теперь не уходим мы с таймвока. Да. Никуда. Так что дротик висит до сих пор. И минус-то урок под базилом. Я думаю, спокойно его Слар заберет. Вряд ли у нас будет... Будет чем-то пытаться помешать. Но я бы хроносверну с набит потратил, пытался бы заденайть таву. Ну нет, Квапет остается. И у Квапы почти десятый уровень, и остается совсем-совсем немного. Да, конечно, десятый уровень до десятой минуты. Просто с ума сойти. Ну и первый талант какой возьмется? Все-таки будет более плотным или возьмет урон? Или вообще возьмет какой-то спал? Не знаю, я плотно взял бы. Потому что... Ну вот у нее... Я думаю, она будет уходить в... Проходение на центральной линии. Ворхед она будет уходить. Пак пытается высыпить визажа. Визаж неплохо отширивается. Шейт. Шейт минус. Септембр тоже минус. Скорее всего, да. Трудно пробить. Но тут вроде четвертый левел визаж. Вроде он должен быть пробиваемый. И... А вот как? Все-таки Септембр забирает Ускара на развороте. Дожигает его. А тем временем с Old Eleven... Пока у нас шла драка на миде, Old Eleven умер сверху дважды. Да, конечно, забирают в Флайбе Сайлор. И это на самом деле очень много, потому что в Флайбе был большого уровня. И большой на этого уровня. Опять, Old Eleven выкупился что-то? Как-то он дважды умер. Что ты мне рассказываешь? Ну да, вот он умер, когда у нас начиналась драка сверху. Ой, на миде первый раз и второй раз. Просто... Первый пропустили. Можем посмотреть на самом деле. Байбака? Нет, Байбака нет. У меня пока нет. Она просто шестолова бы справился и умер. Опять вот так вот. Вот так вот у него, посмотри-ка, да, его. 06 уже. Все-таки Сила взял двадцатку урону себе. Может быть и правильно, может быть и не боится. То, что, ну, принципе, пять ксили это такой, ну, что-то, что-то хопает, то не что. Лучше двадцатку урону взять. Я думаю, все верно. Я думаю, наконец-то, как это будет. Голюса помогает немножко фармить на центральной линии. В очередной раз забирают паку у нас. Old Eleven наконец-то проявил себя, вышел здесь Вендетти. Просто посмотри, Никс умер шесть раз, пак умер пять раз. Как эти герои вообще могут умирать столько много? Что это вообще? Вот так вот. Накастовываются призраки в лайбе. Взял себе плюс к скорости атаки. Тоже хочет быстрее. Но это помогает все быстрее фармить. Если для квопы все-таки можно и с пылами попытаться пофармить, но урон все равно помогает. Уж скорость атаки она по-любому тебе дает очень-очень много на таких персонажах. Очень жестко лоэллел, на 12 уровень квопа. 12 уровень. Тот самый. В принципе как Аркварден стоит с медасом. С медасом он 11, а квопа 12 без медас. Ну она этого Арквардена соло забирала, она до этого стояла соло, Аркварден с медас стоил с кентом. Нападение на визажа. На визажа. Если телепорт один будет, он будет жить. Телепорт от квопы? Нет, нет, квопы. От квопы? От квопы. рассказ ульта нету забирают забирают джунэмора между телепорт разложить делать а вот какой телепорт есть тот птички от ланэмон пожалуйста и уже 13 уровень как его пробить просто этот визаж какой-то 1 пассивка очень трудно будет пробивать с рендропами со стиками из ее пассивочка раскачивать бедный пейзаж то есть не бедный жесткий пейзаж подвисает игра немножечко сидеть и и помы все жестче и жестче начинают атаковать приходит аркварден ставит призрака естественно драться здесь особо не хочет тем временем у нас нападение на пока пока забирают еще и телефон доделает ланэм но это уже 13 9 и учитывая что вначале вроде бы фраги забирали сиди и си сейчас ситуации выровнялась даже их ум уже идут впереди ситуация конечно очень неприятно демон забирая дрону очень узкий проход его могут здесь закрыть но нет шарды попадают туда куда хотел но и до сих пор у нас нет еще ни у кого второго таланта точнее первого таланта больше ни у кого нет а у поп уже скоро будет второй не уже тринадцатый на подходе 4 раз он вас взял 25 скорости атаки нападение у нас на таска должен уходить на угол это должна забирать старин с первыми играми деньцы очень жесткое замедление от флюкса тем временем queen of pain находит жакира летит сюда воет вой да нет а сферы но queen of pain сейчас может отдать очень большой стрик нужно папе уходить папа уходит блинка ну и что не смогу догнать наверно или смогу 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 скорейшем скажу такой нет не догонять не успевает не долетит даже орб да очень хотелось бы конечно эту клопу сейчас забрать это было бы очень очень круто медасик берет себе еще и воет такая экономическая дота у нас получается в исполнении сети и си у них можно сказать что три медаса правда и олд чики на медас появляется лимина мансера в общем то много нас вещь так ну и что у нас вина мансер взял себе первый уровень он взял 20 процентов к xp получаемый то есть медасик становится еще полезнее тем самым интересно это вся экспо или только вот с медасика не считается потому что вся абсолютно должен домножаться на 1 и 2 и не стал медать но все спорта с в игре пять медасов еще способности серии с трех убийств прерывно виноват разобрали мансер так и воин берет себе тоже первый талант это 15 процентов плюс просто 15 к скорости атаки на демонса нападают на демонс накатывать сейчас будет просто варлус панч минус демонс да но здесь архварден 2 архвардена с темп из дабла пытаются размять я не знаю что не закатывается ребята всех всех бери то что ты сноубол так поздно берешь надо сразу было всех забирать и просто большой демидж ему наносить ну что ж архварден как размял он в итоге практически убивает троих остается один герой но его же конечно не добить но архварден очень здесь много урона нанес очень много на самом деле гардера почти забрал и нужно было сразу прятать у него третий уровень сноубола был у гардера он на самом деле всех спрятал очень много демиджи нанес бы сразу и не ддп если бы и не краба и его там скиллы как раз архвардена и они убили по споркасту чекен зря то так кажется сделал шейд должен жить или нет не факт свой больно больно шейд шейд нет должен жить в последний тик выживает вообще там уже в эл да под велом очень жестко фонтан не вылечивал я не знаю если был бы энергии на мозгель может быть четвертый уровень может даже умер там есть еще куда веномансы расти на следующем уровне у него либо здоровье либо дальность способности дальность способность так вновь пятнадцатый минус 12 процентов перезарядки способностей такой мини акторин скажем так дела себе очень немало не плохо до квадрата с процентов это хорошо полетел на святыне наверх вышки уже нет а святыне есть можно оказывается там сейчас еще может умереть нету телепорта скорее всего это гонять искрена фортица это все под орхидом следующий блинк наверно а даже не забирает его гардер сноубол и спокойно забирает сила рп остаток но взял десятый уровень пока что не берет себя талант на двадцать пятом уровне конечно пока очень прикольные таланты 300 золота в минуту либо 75 скорости и дальности иллюзари орб я увидел на канале тут и синема насколько быстро это иллюзари орб летит как много он преодолевает расстояние пошел вэйл от романсера очень больно паку поздно хроносфера пак уже погиб хотя он так и так погибал закатывается очень плохо тускар флайбе неплохо ставят свой поле которое не дает на физический урон тем не менее это минус 4 остается в живых только флайбе и дальше дальше нарквардена минус 5 должны делать у нас ребята из ехом это минус 5 двоих подряд монстр кила целора жестко ну и теперь вот этот сноубол мне кажется наберет новый оборот потому что до этого преимущество было неплохой у ехом но сейчас их преимущество станет просто огромным уже будут передвигаться к своим следующим талантом персонажей визаж скоро получит первый а это либо опыт либо золото то есть у визажа нету способности выбрать какой-то боевой талант наверное правильно вы так слишком жесткий вначале но зато он может взять себе какой-то талант за 60 золота в минуту брал взял себя таск все взял 30 урону копа себе сейчас до 20 там еще четыре опыта никс взял себе пять урон от способностей войти взял пятнадцать скорости атаки джакира еще не десятый пак взял себя ну десятым скилл этому левеля на одиннадцатом наверно будет способна избрать щипаку можно вообще чуть ли не что у него там полезно 8 к интеллекту 150 к здоровью вот на 15 можно брать 40 урон вот это полезное а вот на 10 можно и не брать то что мы на самом деле реально докачать вышив до конца к даггеру даггер будет да я с четвертым шефтом он неуязвимый так находится сэптембра без шансов тускарс плюс 30 к урону не прощает такой суровый демидж дилер получается туск ну и конечно же queen of pain который уже высокий уровень а что у нас по книгу видят в рейдж он может стоять на самом деле сидите партнер сейчас то есть как много урона как же много урона получается он может и не выжить на фонтане он не выживет он угроз а через одну секунду через одну секунду 20 20 кп просто 20 кп да еще там пункт 17 толще на развороте а партнер умирает минус еще угры мак по идее у нас должен быть сейчас да он спать открутился не прощает здесь тускар с таким уроном конечно суровым тем временем ланэм что нужно умирать на самом деле третья игра за ним бежит джакира и иникс на самом деле тоже молодой человек ты все спасалось попадешь минус минус 4 в исполнении команды оси 10 и они делают такой небольшой камбэк не было правда сайлора самые аппетитные цели из всех он продолжал фарм на верхней линии сайлор был бы там большой проблем на самом деле бы команду сидися 4200 урона нанесли на монстр и это но это более чем в два раза больше чем тот же аркварден очень много тем не менее небольшой камбэк у нас состоялся посмотрим может быть что то полезное появится огор шестьдесят золота в минуту себе берет и джакира который берет а джакира пока ничего не берет а у села сели рэйдж наклевывается сели рэйдж для того чтобы отключать их пассивные способности или просто быть поплотнее вот я честно говоря пассивных способностей здесь особых не вижу пассивок не туда так поплотнее там ультиматор бы все таки ходит поэтому давайте графики посмотрим 10 тысяч преимущество потихонечку потихонечку его отыгрывают сейчас игроки си деси но конечно до камбэка здесь далековато но вот опять же джакира если он сейчас не возьмет себе плюс опыт то дальше этот плюс опыт брать вообще никакого смысла не будет лучше будет взять 8 крону способностей то есть вот я вчера выделял бы два вида талантов первые таланты полезны здесь и сейчас как правило из одной ветки на джакира нападение в общем одни способности полезны здесь и сейчас как например плюс к получаемому опыту а вторые полезнее в лейтгейме когда ты уже 25 свой заработал как например вот 8 крон над способностей здесь предстоит здесь такой выбор сделать на будущее или здесь сейчас нападение на пока пока забирают пошла храна сфера нужно пытаться забрать квапу но это очень непросто квапа нереально плотная уже забрали трех героев команды сиди си квапа уходят мекку дает визаж неплохо здесь аркварден еще пытается за счет своего темпе с дабла что-то сделать еще и таки говоря копы еще есть ультимейт она еще не потратила и сайл с есть сейчас могут догонять на самом деле очень аккуратно силар действовать тема снарно будет забирать с ультимейта на эти демоны так просто на это минус 4 получается у нас в итоге и кап к сожалению очень быстро исчезает да и забирают вышку дальше смысла нет идти наверно вину в пенсорах агенту атаке берет себя в радость стал скосозных атаке хорошо 70 купере кумпиризма способности 35 к интеллекту я думаю 70 кумпиризму потому что реально это будет очень жестко там а насколько я прочитал там только к способностям которые на цель то есть вот ты кастуешь ультимейт на цель на какую-то по ней попадаешь все равно это много но вообще да ну смотри ты на цель кинешь скрим и sonic wave который чистым залетит чистым уроном залетит по цели и тебе сразу там плюс за 400 хп них взял 25 к ловкости такой у нас тоже получается боец воет взял себе 25 к урону джакира джакира по прежнему пока что не берет наверное не будет оракал не оракал конечно же аркварден плюс 30 к урону такой дпс билд у него получился а тем временем находит у нас находит пака забирают бака сайлар используют рунную иллюзии первого не кратча уже убили с нас будет по идее нет не хотят они на конвейер пускать или хотят не хотят все таки заходит клопа воет трансферу и сейчас убить попу сейчас нужно убивать клопу попу убивают получать за нее очень много почти тысячи монет здесь иллюзия арквардена собирают иллюзия но это того я не знаю как вот лайк это надо было она так на протяжении в стопе тем не хотят забрать все можно попить плановым попытка забрать планы м в плане мы забирают ол щекин пытаются забрать вайта поиск погибает остается один только тема тема что я просто же очень много ядра и опыта висит четвертый пак не пробивает этих ребят более того в потус кара нельзя попадать от пускара дезолятор попадает пускара с каждого ростка пятнадцать ксили тридцать к урону у нас опять же очень много под дезолим это все такой старый добрый таск из папы не хватает ему шагов шагу это что премьер прям такой кусок оторвать от кого-то да ну и возможно еще что-то подобное сделает веноманцер тем временем двадцатый уровень берет себе сопротивление не стал брать урон ну да наверное ему главное жить и кастовать свои способности они бить руки все таки что у нас еще интересное появилось но вроде бы пока ничего пока больше ничего джакира вот только-только взял себе 15 и взял как раз таки восемь к урону от способностей ну и наверное возьмет плюс 15 к дальности ой 125 к дальности способность если уж так 125 к дальности на пятнадцатом 400 к дальности атаки и liquid fire будет плевать от башни до башни мне кажется интересно кстати то что снайперу все таки добавили талант до 100 к дальности атаки то есть теперь у него дальность атаки станет еще больше на сотку подожди у него с драйвен лэнсом было по моему если тысячи 90 да 1090 по моему было сейчас 1190 на счет чего жена радиус атаки станет ну а че что бы нет снайпер еще атаковал то но честно говоря в такой доте снайперу мне кажется будет тяжеловато настолько активное мобильное все бегает здесь тоже на очень крутую позицию а мне кажется мне кажется наоборот пойти как раз таки вот эти быстрые левела быстрые там и какие-то способности может быть на выживаемость как раз на дальность на это все если его там чуть-чуть под прикроет он потом будет очень жестко дпс на саблиру так что пока ни одного камбэка я не увидел в играх на этом патче судя по всему здесь тоже ничего не пахнет камбэком забирают вышку у нас лавана лаваникса видит никто просветили сканом убирают бывает он курьеры круто тела телепорт уходит еще на карапасах просто все идеально сделал нас ул пола лаван сейчас и просто и все ой 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 краешком цепляет да это и спас как же все круто делал вот весь пищу хроносферу он завестил был вообще идеально просто все все идеально сделал но тем не менее аникс ассасина забирают и получают за него большую награду забирают еще и вышку снизу джакира взял себе уже все свои нужные способности как раз таки я боюсь если в драке веник останет ульту под вейлом рэш умрут все шестнад как бы третий ультимейт саганим под аганим и вейлом да и с этим нам а цветелось определённо вторую святыню причем да ломают эту святыню действительно и теперь больше нельзя делать какие-то телепорты вне базы оказываются зажаты на базе ком игроки команды сиди си в то время как все тер два вышки абсолютно и даже одна тер один еще есть и ухому преимущество у них действительно огромное но вот смогут они довести до победы или у нас будет первый камбэк все таки но честно говоря в камбэк особо не как-то не верится такой ситуации слишком жесткое преимущество мне кажется если посмотреть даже на всех героев команды их он но не все раскачаны таск жестко раскачаны на мастер жестко раскачан визаж ну скорости возьмет аганим да и левел у него неплохой итемы у него там жесткие грифсы и поинт бустер трудно его пробивать никс ну тоже довольно таки раскачен плюс у него медас еще там добавится артефакт аква пает я молчу про нее топ-1 там нетворст на карте да и скоро возьмет себе последний талант остается совсем немного до этого вообще как-то уровни у нас стали в доте решать гораздо больше чем даже фарм скорее одно следует из другого тем временем 11 сейчас может найти флайбе ну здесь септембр рядом нужна какая-то поддержка вот queen of pain может быть подключится но она уже наверно смещается в крипов на миде нафармит я думаю туда будет блинк даже да вот он блинк уже наверх идет и вот тут 5 септембра не даст ему телепортнуться отсюда мне кажется 11 хорошо если септембра демон с тем временем собирает гардера находят у нас без шансов флайбе флайбе умирает и так скорее всего убьют и джакира джакира тоже под ядом различным и забирают джакира вразмен на одного тузка которого смогли где-то на нижней руне забрать но тем не менее хотя бы что это не страшно если об этом в любом случае не ослаблене так надо пройтись по новым талантам может быть как какие то появились ока взял себе с ракетку урону и тоже нужен ли он это с ракетку уронов этому кормаку когда вы безусловно все бьет замены 80 процентов сопротивления мне тоже кажется выглядит более соблазнительно так пока что ничего не берется на втором ой тут опасная ситуация лаван лаван который очень плохо начинал но сейчас может себя проявить карапасы ну нет здесь конечно шейда так просто не взять тем более что совершенно один еще сейчас на развороте могут этого пара сфера есть и на 11 сейчас будет выход на если останется фармить ну да я думаю минус 11 а почему не убиваете под хорносферу а уже а уже вот сейчас поздно сейчас уже поздно сейчас уже нужно прятаться прячутся все подходит по спину еще салар заходит у нас в силе рейджи на самом деле поздно шанс шанс есть забрать забирают сайлар прыгает пытается забрать пака пак поднимает вилл пак в итоге пак уходит в шрифт пак еще жив пак уходит на блинке пак уходит еще и пока что размен только на вайда папа пытается найти паку пака нету телепорт отменяет автоатаку сайлар ищет очень во время уходит в шрифт и блинк сам успевает повесить но опять непонятно где еще и все таки забирают так так дал нашел на месте септембр ладно ям на него но моментальный глимер да и тут не крачи убегают еще которых вызвало глимер да не гнигратор квартана двойной урон так ну и что и queen of pain вот уже уже почти скоро последний уровень скоро последний баф после этого queen of pain останется собирать артефакты но она перестанет настолько быстро расти хотя она конечно же очень очень сильная у виномансера скоро 25 уровень тоже и виномансер конечно здесь если возьмет себе вот эти вот змейки порты порты давай идти не нужно 60 секунд это бесполезно ну хотя это китайцы они любят в таком играть более а с сливового чтоб у них там было от защиты берет себе книгу кстати говоря книги теперь тоже апнули и они там дают побольше с каждой следующей книжкой экспы их находят у нас джакира но нет джакира уходит все таки не смогли его здесь забрать ну тянут тянут как то растягивают за счет вот этого арквардена постоянно который что то там пушит не я думаю все таки алл чекен он собирается на на вот эти варды потому что он сейчас купит себе актарин купите актарин у него кулдаун 5 секунд будет кулдаун сколько там 4 425 по-моему да находит находит арквардена арквардена очень больно аркварден погибает да и демонту тоже больно на самом деле ой сюда триггеры набегают под карапаз лоит и всех на станчик бы поймать станчик кулдауне жалко но сюда уже лана подбегает сейчас будет всех станет птички минус демонс а дальше погибает лагает ужасно кулдаун 25 прокачай прокачай способность давай ставь варды по 120 все на невероятном микро не прокачал способность падает в итоге у нас пеномансер падает воид продолжается слайд шоу шейд это тройные варды все таки тройные варды взял себе ну когда ты атакуешь мне кажется действительно глупо брать вот этот вот минус 60 времени возрождение если игра идет равная какая то туда или если наоборот часто умираешь но здесь он постоянно находится в атаке выходят в атаку и хомы начинают ломать тир 3 не буду уже делать реконект покупается веномансер ттп шется ну ка посмотрим вардык 1350 хп 120 урона ну в принципе как мы и посчитали математику мы знаем слегка да вот это жесть вот это вард вот это вард прикинь таких шесть штук ставить будет ну как ты подойдешь к нему это как как шадо шаман только без кулдауна на ультимейт арквардена бьют но это да убивают настоящего и сейчас еще убьют иллюзию остается два игрока в живых уси дейси ну и хомы первое очко свое в этом патче близки к тому что заработать макропира на полыграна от джакира отступает джакира взял себе четыре структальности атаки но к сожалению это вряд ли здесь поможет потому что соперник на базе веник ультует слайд-шоу слайд-шоу вот эти варды пытаются сломать их все равно пока варды одни в принципе можно убивать конечно но вот когда их много нападение на олд-11 дает станчик в глиммер спрятали вайда хроносферы все еще нету 5 секунд все зависло проще непонятно вроде как все 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 таки в пользу их он заканчивается здесь ну слайд-шоу у меня конечно дико так же пошла хроносфера но что дальше веноманстер хотя стоит на макропиле веноманстер должен погибать здесь да погибает также бускар байбек незамедлительно от бускара аркварда начинает драться никс ассасина есть шанс убить забирают никс ассасина клин офф бейн клин офф пейн убивает флайбе слишком много урона клин офф пейн и люди флайбе тоже убивают квапа не кидает скиллы на самом деле отжираться могла вот забыла вот кинь сейчас отожжись просто скрип а я в эмпиризме да да они в эмпиризме есть господи сколько там ланэм живет если бы тут тройной не заехал бы да минус 3 как то отбились еще вторая сторона не упала у меня все зависло намертво я все таки сделаю реконект весело рубио бывает еще минус гартер скорее всего вряд ли у кого то здесь заберет в первом башне стоит минус 5 что простите это треш какой то вообще надеюсь что я вернусь еще до того как игра закончится да да она еще не закончится минус 5 у нас от cdc они тир один на миде забрали и на рошана выходит кстати еще ничего себе то есть еще не поздно было делать реконект как раз таки самое время да не ливай так рошана сберут кстати говоря вот как то про рошана вообще забыли это реально напоминает мой паблик на 3к где про рошана вспоминают только в самые какие то уже последние моменты игры вчера у нас забирали его еще но вот сегодня это первый рошан за две карты да игра зашла в глубокий лейт 36 минута глубочайший я бы сказал потому что уже здесь все герои скоро возьмут себе по двадцатому а некоторые уже и двадцать пятый апнули воид близок к этому ниx джакира пак гем покупают флайбай но у него выход сейчас будет сейчас куда курьеры сейчас под фликс нужно заводить но там все таки птичка зашла сам позавел бы было бы неплохо его поднимает флайбе флайбе заберут все таки хотят прячет его в глимер отличная макропира лежит и джун начинает с анекисом расстреливать визажа визаж падает никс падает это же камбэк все висит все варстайл не знаю куда там корабль какой залетает забирают веномансера это минус 3 в размен на одного только огра и что и все да да видимо все на этом драка закончена но это вот это уже полноценный камбэк двадцать пятый берет себе воид воид берет себе 600 дайности таймволка теперь ему не нужен блинг теперь он и так может залетать а знаешь что я тебе могу сказать было у нас где-то тысячи наверно двадцать пять по опыту а стало ноль это по опыту а под золоту было двадцатка и вот она сейчас ну десять обновятся будет где-то чирик да десять тысяч так что реально не все потеряно не все потеряно джакира взял себе еще их юрикин пайк дальность его атаки становится за он будет решать возрождение айспас неплохое да будет там почти 4 секунды в айспасе все валяться но лучше 50 секунд что можно полезно взять у нас для остальных персонажей Огар Мак может взять тоже очень дикую на самом деле способность 40 плюс 40 атаки да 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 это считай еще халявный гиперстоун это Bloodlast усилится чуть ли не в два раза почти в два раза собирают с гемом и сейчас нужно драться за этот гем но пойдут или нет слишком рискованно ловят Queen of Pain вместо этого и это отлично потому что Queen of Pain значительно опаснее также могут поймать Виномансера Виномансер дает очень неплохой ультимейт нужно бежать Войд включает БКБ БКБ спасает Вайда Аркварден заходит ставит Magnetic Field Тускар покатился но вкатился прямо в айспас пак дает раскаст что-то происходит Джун начинает бить руками уже не висит на нем ультимейта Флайби Флайби под Мьёльниром начинает раздавать Чего откуда Джакира просто шпилит? Бау! 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 Да, Джакира издалека Джакира в здании Минус 3 Минус 3 все таки удается сделать учитывая потерю Огра Байбеков нету Аркварден нет байбека будет нет байбека самое главное ударная сила Queen of Pain и Виномансер появится скоро но я думаю будут заходить у нас все таки ЛНМ должен заходить у нас под свои птички ломать под мюкса стараться хотя бы байбеки все таки айспас Джакира ну а нужен ли он ну а нужен ли он этот айспас ну вот посмотрим ну тяжело пока 2,5 секунды что 3,75 ой 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 там с дезолятором Джакира ну нужно нужно убегать уходит с помощью Кирикен Пайка и просто с дезолятором продолжает расстреливать на каком-то совершенно бешеном радиусе вторую сторону конечно отдадут но вот сейчас самое самое главное не отдать третью сторону на Никса сейчас папа прилетит через 15 секунд должна на тревелах сюда уже лететь Никс не дает ему закопаться пошел айспас и Джакира с дезолем Джакира убивает Никс ассасина и это еще не все следом следом Алдланем пытается отступить но Джакира от Джакира не убежишь Джакира просто как из снайперской пушки лопит минус пытается укатиться Туск Туск уходит Квинус Пейн летит уже сюда Сайланс есть юл под птички по КП Климер ульч минус Огар минус Соптембр скорее всего а нет еще сейчас еще под Сайланс это все будет а Сайланс нету 4 секунды до Сайланса там фамиляры убивают ну как же больно бьет Джакира и Сайлор погибает в итоге слишком много урона летит сюда Виномансер воздух поднимает собак нужно уходить в шифт уходит в шифт теперь бежать ай блинк не успел сделать и все и сейчас она заберет и птички тут еще просто какие-то дикие замесы не хотят нас побеждать их ухом просто какой-то замес на замесе у нас происходит а пак себе взял плюс 300 золота в минуту он не стал брать плюс 75 к дальности иллюзери орб а если бы взял то сейчас мог бы вполне улететь потому что передвигается иллюзери орб с огромной скоростью с этой обилкой очень странно то что пак да очень странно что пак взял себе такую способность учитывая что у него уже вроде как ну и с архипаками что у тебя в бараках падают последние это нонсенс так что у нас еще по 25 уровне все какой мерзкий у нас ланым бам 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 и спас аркварден нет не спас сейчас наверное птицы станут убьют второй нет все таки забирают почти спас на самом деле магнетик филдом нападение на ул чикина он неосмотрительно оказался здесь и войдет начинает драться с ул чикином пошел мьёльнир забирают ул чикина ух ты как улетел просто конвейер смертей какой то да так что у нас и это не имеет кирпича 200 процентов урона от карапасов берет себе никс на 25 уровне вот это на самом деле больно если что отражаемый урон 300 300 процентов если что то в него влетит какой то точечный спелл это ой как больно будет да и литычка того же джакира с дизолем нападение на демонс опять демонс загулял демонс нужно жить демонсу демонса спасают демонс живет за счет магнетик филда шикарная хроносфера отличная макро пира и в итоге а может айда по миду сейчас прям еще лан эмо можно забрать и лан эмо бьют но здесь нужно аккуратно играть айс пас а сам птичек можно еще развалить всех они же хпшные я бы убил всех птичек потому что это у него птицы в кулдоуне будут а не там пулдоун маленький но в любом случае птицы это все таки золото неплохо забирают птиц демонс еще жив идут по миду попробую сторону сломать 70 секунд на самом деле у вас пять героев живы силар конечно очень вредный молодой человек идет по нижней стороне но за ним септембр идет арквартен так и не может получить себе 25 уровень что удивительно на самом деле но все таки очень много смертей у него силар смотри какой он мерзкий парень идет на барак заставит возвращаться сейчас а благодар защиты благодар защита отключена забирает курицу следом еще и на юно бить жакира ну и стягивает стягивает пака сюда а тем временем у нас аркварден но все равно неплохо и сейчас правда нужно не отдать огру огра оставили с гем совершенно одного и огра заберут и гем тоже заберут ну да у нас гем минс огра демонс подгулял демонс продолжает у нас ну вот он в прошлый раз загулял это привело в итоге к очень приятным моментам что у нас берет себе воид такое ощущение что он берет себе судя по мифрилхаммеру и риверу новый сатаник который дает очень много атаке правда для силовиков но все равно более такой атакующий артефакт 50 урону 25 к силе вампиризм 25 процентов ну и соответственно холи рейдж да для силовиков он решает наверное даже круче чем тараск тараск что там увеличили только ну процентаж да регена ну в принципе как правило в драке это не особо помогает минус 30 секунд возрождение визаж вот дальше либо 120 скорости передвижения горгулей либо 20 к урону от способностей что-то как-то слишком тоже приятно а зачем мы делали удар михом забирает нас рожана мне кажется нужно просто подойти подойти на верхнюю сторону и постараться через веномансера через его змейки оккупировать тот барак цикл это с парк рейтами просто везде стоят на спарк рейтах огромное количество залетают миллиар миллиардов кстати неплохо пробивают эти спарк рейт учитывая что теперь уже нет у них такого жесткого резиста продолжает время вартов пришло так один для вижена и все и остальные просто выставляют потихонечку потихонечку подбирается по пикселю к бараку выставляет варты икс закапывается 25 левел никак не может получить себе флайби а это дало ему 30 процентов вампиризма это очень жестко либо уроны от спарк рейтов дополнительные и пошел веномансер раскастовывается тут же бкб нажимает джакир использует пику и начинает бить веника тем временем у флайби большие проблемы выбивают аэгис флайби 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 в таверне остается только его иллюзия минус веник барак живет вайбек от флайби иллюзия флайби продолжает расстреливать хроносфера ставится забирают queen of pain забирают тускара и барак все еще жив отбиваются еще и никса сейчас да минус 4 гол по меду только визаж у вайбека есть у вайбека есть у вайбека и у веномансера наконец-то получил себе аркварден последний но что будет вкачивать вампиризм или 175 урона или вампиризм 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 конечно потому что гораздо важнее то что огар скоро двадцать пятый потому что 40 скорость атаки от гладласт дополнительно мне кажется это в разы круче чем этот вампиризм или какой-то прыжок вайда это вообще самый лютый баф получается в лейтгейме вайбек от веномансера развели уже неплохо вайда будет восстанавливать надо забирать 30 секунд до таска 50 секунд до никса мидл хотя бы надо забрать потому что тир два товара еще стоят на обеих линиях поэтому кроме мида тут трудно что ли будет забрать ну хотя бы хотя бы одну сторону пошла макропира очень длинная макропира ну и второй второй барак тоже надо забирать потому что без рейнджовых пушится будет сяду в ту сторону забирают аккуратненько хотя бы иллюзия арквардон стоит не стоит уже иллюзия и не забрали очень долго не было джакира который мог бы издалека расстреливать со своим там кристаллисом интересно тоже возьмет платорн себе дабл дэмэдж ну можно дабл дэмэдж джакира в такой ситуации забирать вполне тем временем воин догрейдил сатаник огру визажу 25 левел осталось совсем чуть-чуть еще буквально немного и все герои получат 25 да кто у нас без 25 у нас без 25 визаж у нас без 25 таск и огар и как раз книга скоро будет новая то есть это последняя книга да книги по моему нужно либо вообще убирать либо еще апать потому что ну они практически после вот там 50 минуты вообще не нужны раньше это они не теряли своей актуальности потому что саппорты бегали обычно в такое время там ну какой-нибудь 16 уровень да и даус берет себе джакира тем временем с дабл дэмэдж на самом деле у таска вот на 25 прибавится еще 150 к варлс панчу он вряд ли в здоровье все будет брать да да и даус есть и крит от варлс панча и просто у него крит 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 больше будет чем у фантом ассасин у фантом ассасин сколько 460 по моему да крит а у него будет 500 класс смок используют и попытаются сейчас накрыть сайлора если смогут его накрыть это будет большой плюс сайлор реакции нету сайлора реакции но отличный стан от никс ассасина и тем не менее воид не оставляет шансов слишком хорошие артефакты уже сайлор отправляется в таверну хекс получает никс ассасин тем временем у нас атака идет последнего барака сюда летит флайбе для того чтобы защитить его ставят магнетик филд чтобы нельзя было пробить этот барак поднимают иномансера в воздух здесь его змейки очень больно бьют барак воид возвращается нужно убивать фамиляров заберут фамиляров и без квопы здесь конечно уже никто в атаку не пойдет да теперь фамиляры то у нас уязвимые на магию можно подстанить одного можно подстанить мьёльнер конечно как-то страшно у него анимацию куда-то в воздуху летают молнии крипы заходят CDC не видят но катапульти там уже работает интересно пак еще не жалеет о своем решении но вообще 9 слотов у него еще нет ему еще есть куда собираться стан никс ассасин мажет очень не вовремя и попадает под мощнейший рассказ минус никс ассасин без байбека 100 секунд пытается подцепить веномансера от вайда уйти очень тяжело так что здесь и выиграли здесь возможно ну одна ошибка может стоить очень они не могут не могут забрать этот барак потому что реально арквард он очень сильно мешает забрать этот ракс они могли бы там за а ну померяйте но на этом бараке нужно забрать его до своих сегляций но они не могут это сделать потому что ставится магнатик филд и все большие проблемы сейчас могут быть веномансера динзы огар дает по нему стан еще станут айс пас но в жакира подставляется очень неудачно и джакира скорее всего погибнет есть на нем мульти хотя нет только ульт веномансера но венок пейн добивает огра пытается сделать телепорт огра уходит 25 левел получает огра смотрим на его талант это плюс 40 скорости атаки на какого-то арквардена или вайда если будет скастован bloodlust или будет очень-очень жестко тем временем туск у нас снизу развлекается с tempest double мкб хочет себе аркварден ну и что и два героя остаются без 25 но они уже очень-очень близки тускару остается чуть меньше полу а визажов практически ничего не остается на пиджакир конечно очень неприятно у него хорошие способности цветыня цветыня на центральной рейтинге кстати говоря заметь то что святыни как помогают и сейчас базу учитывая что стоит вот прям за бараками дошло уходить на фонтан постоянно можно но не постоянно можно дали честно ж визажа выход визаж бакб хроносферу будет ставить можно ставить хроносферу ставить хроносферу хроносферу азараш и что и забирают пизажа забирают Тускара есть байбай гутузка флайбе жмёт бакб уходит 100 над никсасасин шикарно играет никс просто никто не может выйти из стана но вот наконец-то выходит темп из дабл флайбе те карапасы еще будут уникса карапасы очень жесткие воет восстанавливать себе хп в последний момент окр байбекается висит плодласт на войде поэтому он бьет очень очень больно последний раз парень уже ставится магнатик филд где где аркварден аркварден идет с базы он отрекиневался они просто до последнего отбиваются за этот тракс и цепляют элавана элаван под макрапирой о какая каточка да это первая игра мне кажется длиннее 50 минут два героя все еще не могут получить себе 25 потому что они отправились таверну визажа не хватает а 25 опыта до 25 ты посмотри на натворца как они ровно идут насколько ровно тут да я кстати на творце вообще не включаются практически потому что это включены постоянно уровне но сейчас вот как только 25 уровень получит два последних персонажа можно будет забыть визаж визаж идет за 25 но что визаж 20 уровня по способности лист поэтому 120 скорости движения горгулей он поставит да это очень приятно горгулей вот эти вот которые будут летать очень быстро и мобильно там где-то подстанивать кого-то мкб берет себя аркварден мкб есть также у клин офф пейн вот странно я думал что а у нее и блаторный есть у нее и блаторный мкб то есть вот так вот интересный выбор такой необычный пошел скан мкб так аркварден будет менять наверно включат бкб и сразу поминает туда мкбшечку ну в принципе да можно можно учитывая что ну кулдаун как правило сильно так не решает но вот это пока б он уже когда что достаточно быстро что визаж взялся 20 нет и тиск они ищут ищут их спутят на карте крипы появляются только сколько там нужно нужно 25 и 1 а второму там 750 да там 770 купите себе книги парни все у вас будет сразу хорошо я думаю да почему нет есть книги tom of knowledge есть причем tom of knowledge он там дает сейчас больше ну он же увеличивается на 100 с каждой купленной книжкой теперь в этой версии так все визаж апнул 25 взял себе плюс скорость передвижения горгули и остаемся все переключаюсь на надворсы и следим за тускаром которому не хватает 28 нет 27 я думаю уже надворсы тоже не так важно байпбек я поставлю так нападение на джакира 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 в таверне 100 секунд без джакира туск ворвался 25 уровень получил ничего не взял потому что чуть не отъехал queen of pain queen of pain включает бкб неплохо раздает тем временем в киксе у нас воид войду нужно жить войда поднимает вул воид выживет включает бкб ставит хроносферу только на одного персонажа демонса забирают но воид продолжает драться получает еще один кекс тем временем аркварден начинает с темп из дабла уничтожает ланема ланем погибает аркварден продолжает бить аркварден минусует вина мансера минусует тускара просто аркварден забрался один против всех здравствуйте здравствуйте меня зовут аркварден жесть он просто развалился всех да тускар в драке не успел по моему взять но взял себе 150 процентов от крита от варвел спанча все герои 25 уровня да наверное нетворс действительно лучше оставить на потом и включить сейчас байбэки как убить этого аркварда он просто стоит тебя бьет в этом магнетик филде ты ему сделать ничего не можешь ты еще 30 процентов империзма у него если его не трогаешь он не просто развалит всю команду за секунду в принципе что произошло а если трогаешь то есть такой персонаж показать итоги боя показать итоги боя вот успел нажать да да то есть 9000 90 тысяч 90 тысяч 9000 9000 дпс он нанес он 9000 рон то есть и при том что вайда тоже надо стараться как-то убить потому что если вайда не убить у него тоже уже очень хорошие способности под ограм он может причинить огромные нереально трона ничего бить не могут линии не пропушены только трон ну им достаточно насколько я понимаю во первых байбэк сна бкб флайбе флайбе пол хп флайбе минусует ускар но пошел в эмпиризм и гардер в таверне без байбэка и он в пей байбэк забирают алчики но у него тоже нету байбэка пытается зафокусить вайда вайда с трудом но все таки удается фокуснуть иллюзер сбивает ланэму еще лицо байбай кажется у нас флайбай минус клопа ищет куда телепортнуться так упадешь тут же надо телепортироваться надо флайбай телепортироваться не знаю пытаться потому что нет трех байбеков нет трех байбеков по квинов пейну купался телепортироваться до флайбай почему ты телепортируешь вместе с огармагом на пару ну только телепортно делать ребята у вас четыре на два будет драка ой флайбай ой флайбай полетел полетел на пака заходят ну и будут ломать трон бараке нельзя и угры здесь да трон трон конечно давай ультимейт открутился так твайна не хватило сейчас получит сейчас блогглаз получит у нас вот угромага на сто и пошли нападение на джакира джакира очень больно использует пик уходит в глимер но джакира выживет или нет нет все таки падает джакира но аркварден уничтожает никса сасина следом аркварден начинает бить ладым а ладым последний выжавший в команде и хом и эээ ги-е ги это каточка вот это реально первой камбэк походу этой версии но эфире зашукупается и говорит нет еще не все я еще буду драться насколько же он плотный через шнадцать секунд появится пуск визаж отступает на фонтан нужно станет фамильярами визаж на фонтане живет ладым все еще жив минусует демонса он на самом деле так время потянул потому что они на него очень много отвлекались то что уже через три секунды появится таск через 10 секунд появится queen of pain через 9 секунд появится на мансер и и трон падает трон падает у нас у cdc да там 4 4 вышка которую нужно дефить и нету байбеку огра у джакира и сейчас пойдет ответная атака летит уже queen of pain на флайбе флайбе нужно сжать бкб успевает нажать бкб начинает махаться с queen of pain но нет так и туда атаку но куда он но куда он подпадает но это еще не все аквенов пэйн ловят я сейчас будет ловит а пока в ясс в ответ куполе не успевает заставить пока но будет забирает кинок пэн вываливается кем вот один один против трех героев но они еще не могут дойти до базы соперника надо идти там попадает р4 все у меня зависло ничего не вижу дайте посмотреть все закончится веник идет вместе с гардером помиду летят быстрые ускоренные фамильяры упака появляется байбек в этот самый момент натикало золото или может быть колдаун у него очень много золота за счет того что он взял себе талант на плюс 300 золота в минуту он сейчас берет себе догон барак 350 хп портификация рак 350 хп выходит джакира это мега еще еще один у нас фамильяры полетели ул чикен раскастовывает и погибает минус барак но минус никс ассасин минус вина мансер у которых нету байбека и еще и сейчас может быть минус тускар на развороте тускар покатился вперед джакир не может его догнать джакира есть shadow blade летит сюда огар все по меду ты сейчас да короче виноват флайбай на самом деле то что он в тот раз просто побежал на то пытался отбить этот топ не вместо того чтобы сразу телепортироваться время потерялся да очень много времени потерял просто снес на самом деле давно тир 4 товара и закончил по игру уже на том моменте но так ну что идет у нас джон по центральной линии папа выходит но еще нету байбека у никс ассасина сколько времени нет у него совсем нету байбека а ол чикина 2 минуты 30 секунд втроем будут защищаться скорее всего против троих нужно два героя все еще остаются и они обороняют базу им очень не хочется уходить хроносфера может здесь решить многие вопросы джакира который плюс 400 дальности атаки и кьюрикин пайк начинает расстреливать вышки тир-4 вышки теперь регенится поэтому их нужно сносить их недостаточно просто пить вот не успевает ультануть в крипа и пак все таки успевает прилететь и успевает прилететь огар айяйяй ульт был в никуда в итоге ульт был в никуда начинают бить эншент фортификейшена нету и команда сидите одерживает победу 69-67 шестьдесят одна минута сколько сто тридцать шесть фрагов на шпиле ли у нас все герои 25 уровня все 25 уровне абсолютно преимущество по золоту вот это первый камбэк ну какой какой ценой он дался вообще каким трудом и на самом деле здесь тоже показали то что в нынешнем патче они уже что-то попробовали новенькая джакира который собирается через дизолятор и стреляет